Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня я хочу ответить на вопрос одной моей подписчицы, она новичок. Мне очень приятны такие вопросы, потому что мастера обычно уже вяжут на автомате, забывая о мелочах. И я, возможно, какие-то вещи тоже могу упускать. Так вот, Алена задала мне такой простой вопрос. Как отличить на готовом изделии столбики без накида и полустолбики? Давайте я вам сейчас подробно все это расскажу. Провязала вот мои два образца по вот таким схемам столбики без накида и полустолбики. Сами столбики я вам уже показывала в уроке, оставлю под видео в описании ссылочку. Давайте рассмотрим самые главные визуальные отличия. А потом уже я вам покажу, почему это происходит, чтобы вам было точно все понятно. Первое, что нам, конечно же, бросается в глаза – высота. И мы прекрасно видим, на полустолбиках высота выше, чем на столбиках без накидов. Дальше. Столбики туда и обратно. Получаются вот такие полосочки. Столбики без накида. Здесь вот цепочка идет наборная и вид такой, как будто три ряда провязаны. На самом деле их пять, да? Здесь два, здесь два и здесь еще один. Здесь видите, как оно расположено? Вот раз ряд, вот два, вот три, вот четыре, вот пять и цепочка набора. Четко обозначается вот такая цепочечка из ниток. Вот она идет. И с другой стороны точно такая же вот цепочка ниток. Здесь, конечно же, их нет. Даже если присмотреться к самим столбикам. Вот смотрите, второй ряд возьмем, да? Чтоб хорошо было видно. Вот оно идет. Вот такая вот галочка сверху как будто бы соединяется. Здесь такая же галочка. Сверху не одна ниточка, а две. Видно, да? Здесь одна, здесь две. На третьем ряду, вот они, наши столбики, как выглядят. Здесь же, то есть их тут три ниточки, а здесь их только две. Вот он ряд. Два. Их тоже хорошо видно. То есть при большом материале вы сможете это рассмотреть. Теперь объясню, почему и откуда берутся вот эти вещи. Почему их здесь нет? Когда мы с вами вяжем какой-либо ряд, мы зацепляемся за две полупетли. Соответственно, точно так же мы беремся за две полупетли и на другом материале. Теперь смотрите разницу. Здесь у нас с вами одна цепочка. Здесь ее нет. Видите? Одна. И берется она откуда? Правильно, от нашего же провязывания. Подъем ряда одна петля. И без накида столбик, когда мы вяжем, мы вот под две полупетли вставили крючок, вытянули нить и у нас две петелечки на крючке. И мы с вами их провязываем. Видите, как они ложатся. То есть вот она ниточка, которую мы вытянули, а эта, которая была на крючке. Именно она и ложится. В нее мы будем делать следующий ряд. И с изнанки они, когда ложатся, получается вот такой вид. Вот петелечка. Мы через нее пропускаем петлю. Вот. А здесь у нас с вами две цепочки. Почему две? Да потому что, опять же, мы их с вами делаем. Подъем ряда у нас здесь две воздушные петли, так как он повыше. И мы делаем с вами накид. Вставляем крючок в две, опять же, петелечки. И провязываем. Вытягиваем нить, а потом провязываем все вместе. Смотрите, как они складываются. Вот они как сложились. Нить, которую мы вытащили, вот она. Накид. Вот он. Петелька, которая была на крючке. Вот она. Поэтому здесь тоже самое получается. Вот он накид, вот он накид и вот он накид. Мы его визуально очень хорошо видим. Здесь, с этой стороны, получается вот наша петелечка, вот которую мы вытянули. Этот наш накид, а это уже петля, которая была на крючке. Соответственно, они вот так друг на дружку и сложились. И мы их хорошо видим. Вот они сложенные. И смотрите, когда у нас один, потом мы делаем еще столбик и еще столбик. И у нас с вами в итоге получается вот наша петля, которую мы с вами держим. Вот она, да, на крючке она у нас. То есть одна цепочка получается точно такая же, как и в столбиках без накида. Вот она. А с обратной стороны у нас с вами получается вот эта цепочка из накида и одна полупетля от верхней. А это накид. И получается как бы вторая цепочка. Их две. Поэтому, когда вы вставляете крючок в эти две, у вас здесь этот накид остается и создает как раз вот эту полосочку. То, чего нету в столбиках без накидов. Ну вот, друзья, я рассказала вам самые главные отличия в материалах, вязанных столбиками без накидов и полустолбиками. Надеюсь, теперь вы и сами сможете эти материалы друг от друга отличить. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями в соцсетях, задавайте вопросы, я обязательно на них отвечу. На это прощаюсь с вами. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok